МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Поэтапный план в регионе планируют снизить напряженность на рынке труда. Инновации в помощь производители железнодорожной техники со всей страны увидели, как работают их коллеги в регионе. Уникальная коллекция в Чебоксарах в Национальном музее презентовали парижский архив Геннадия Айги. В Чувашии завершилась региональная конференция некоммерческого партнерства объединения производителей железнодорожной техники. Два дня ее участники знакомились с предприятиями, где уже налажено сотрудничество с объединением. В их числе промтрактор-вагон и Сеспель. В настоящее время предприятие промтрактор-вагон испытывает трудности. Всказывается в целом экономическая ситуация, сложившаяся в стране. Заказов мало, признается ее руководитель. Но выход, конечно же, есть. Выйти на новый уровень и начать производство вагонов на тележке с нагрузкой на ось 25 тонн. Поэтому все усилия мы к этому прилагаем. В настоящее время три вагона находятся на испытаниях в испытательном центре города Новоалтайска. Во второй половине 2015 года планируется начать выпуск подобных тележек. Их конструкция более технологична. Она легка. Используемые полимерные материалы уменьшают вибрацию, что в целом увеличивает срок эксплуатации всего состава. Что касается вагонов, то предприятия работают, используя технологии импортозамещения. Вчера в докладах руководителей ваших предприятий там много очень интересного есть, прозвучало. И, исходя из этого, через неделю еще группа моих коллег приедет. Уже узкая специалистов по отдельным направлениям. Есть интересные разработки, которые, я надеюсь, получат путевку в жизнь с нашей помощью. И будут растиражированы. То есть инновации превратятся в бизнес. Это очень важно, чтобы инновация не ради инновации, а чтобы инновация работала. Самым крупным заказчиком продукции промтрактор-вагонов в последние годы была федеральная грузовая компания. На сегодняшний день он интересный. И то, что на сегодняшний день у него есть наработки, это вагон с нагрузкой 25 тонн на ось у усиленной грузоподъемности. И интерес, безусловно, есть. И мы надеемся, что закончатся сейчас сертификационные испытания. И когда он будет представлен нам для показа, естественно, конечно, мы наблюдаем и отсматриваем его технические характеристики, как они проходят испытания на сегодняшний день, безусловно, интересно. Главный вопрос остается в цене. У промтрактора есть конкуренты в лице Тихвинского вагоностроительного завода и Уралвагонозавода. Но, как признается Сергей Порядин, стоимость их вагонов трудно окупить. И если Чувашское предприятие сделает правильный маркетинговый ход, оно вновь приобретет крупного заказчика. Еще одним постоянным партнером объединения производителей железнодорожной техники может стать предприятие «Сейспель». Разработка танк-контейнеров и цистерн стала для них приоритетным направлением. Анастасия Алексеева, Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования подвели итоги работы за прошлый год. Медицинскому персоналу есть чем гордиться. Высокое качество услуг отмечено на государственном уровне. Соответствующую премию вручил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В прошлом же году в центре поставили на поток операции с использованием нейромониторинга. Технологии практически сводят к нулю риск осложнений. И это далеко не единственная научная разработка, внедренная в практику. Между тем, задачи на этот год еще более серьезные. У отрасли необходимы эндопротезы и инструменты для проведения высокотехнологичных операций. И хорошо бы, чтобы они были отечественными. Импортные с каждым днем обходятся все дороже. Глава Чуваши обсудил с врачами возможность создания соответствующего производства на базе индустриального парка, который строится в Чебоксарах. Вот здесь представлен практически весь спектр, который используется в травматологии. И более того, это не будет просто расходный материал, это еще и будут силовые инструменты. Это практически единственные производители в нашей стране, которые будут выпускать эти инструменты для наших травматологов. Они в 5-20 раз дешевле, чем импортные аналоги. А сами металлоконструкции, они где-то в 2-3 раза больше дешевле, чем то, что, так сказать, заводится из-за рубежа. Подробнее о работе центра и о том, какие вопросы обсуждались на встрече врачей с главой Чуваши, мы расскажем завтра в программе «Республика». Елена Гальперина, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев. «Республика». Непростая экономическая обстановка в стране напрямую влияет на занятость населения. По предварительной оценке экспертов, кризисные явления могут коснуться 30 тысяч работоспособных жителей Чуваши. В Доме правительства состоялось совещание, в котором принял участие заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Максим Паршин. Подробности в следующем материале. Правительство России разработало комплекс мер, направленный на снижение напряженности на рынке труда. До 20 февраля все субъекты Федерации должны разработать аналогичный план и представить его в Министерство труда и социальной защиты России. Эту работу нужно провести в ближайшее время. Для того, чтобы оценить и включить соответствующие расходы в бюджет. Да, мы все понимаем, что и сами предприятия не понимают, что с ними будет происходить. Потому что ситуация на предприятиях в экономике в целом зависит от большого количества факторов. От того, как будут складываться внешние конъюнктуры, от того, какие будут государственные меры поддержки. Если проблемы есть, нужно об этом заявлять и уже с этим работать. В республике уже создана рабочая группа по разработке и реализации антикризисной программы. Иван Моторин положительно оценил работу органов службы занятости и отметил, что на сегодняшний день критичной ситуации не назовешь. Уровень регистрируемой безработицы в республике составляет 0,72%. С 2012 года, по данному показателю, Чувашская республика неизменно занимает третью строку в Приволжском федеральном округе. Тем не менее, тенденция к ухудшению ситуации на рынке занятости вполне программируема. Мы сегодня уже имеем по ряду предприятий сокращение объемов в январе. Есть проблемы уже по февралю, есть проблемы с выплатой зарплаты, с уплатой НДФЛ. Соответственно, мероприятия, которые будут включены в программу, они сегодня актуальны. В рамках программы планируется организовать социальную занятость молодежи и инвалидов, а также временную занятость работников организаций, находящихся под риском увольнения. На реализацию вышеуказанных мероприятий потребуется более 500 миллионов рублей. Дарина Игнатьева, Надежда Якулева, Сергей Рябчиков, Республика. В Чебоксарах второй день работает передвижной лекционно-выставочный комплекс «Поезд будущего». Сегодня его посетил глава города Леонид Черкесов вместе с учениками Третьей Чебоксарской школы. Подробнее в следующем сюжете. Царское село Санкт-Петербург – первая страница истории развития российских железных дорог. Но за полтора века технологии шагнули далеко вперед, и новые поезда и дороги уже никак нельзя сравнить с предшествующими. Сапсан, Ласточка, Аллегра – это поезда, развивающие скорость более 200 километров в час. Ребятам была предоставлена редкая возможность оказаться в кресле машиниста. В вагонах инновационного поезда есть специальные тренажеры, обучающие вождению. В экспозиции и различные макеты будущих точек роста отрасли. В таком составе вообще выставка впервые. Там 8 вагонов приехало. Все достижения железнодорожной, все достижения техники железнодорожной здесь показано. Вот мы сейчас находимся в Амоне, где нанотехнологии, которые используются в железной дороге. И приятно, что наша компания Гален тоже представляет нанотехнологичные материалы, которые используются в железной дороге. Выставочный комплекс путешествует по России более 4-х лет. За это время с деятельностью и перспективами развития российских железных дорог познакомились жители 453 городов страны. Мне было интересно во всех вагонах, но больше всего понравилось, где тренажеры. И в первом вагоне, где рассказывали. Мне понравилось в данном вагоне, потому что я узнал побольше о нанотехнологиях, интересных материалах. Ну вообще, из чего делаются современные вещи. Ожидается, что за три дня работы поезда будущего в Чебоксарах его посетят более полутора тысяч учеников. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Контроль за розничной торговлей, пресечение недобросовестной конкуренции и надзор за деятельностью органов власти. Вот неполный список функций антимонопольной службы. Сегодня в Чувашском отделении УФАС прошла пресс-конференция, в которой приняли участие и мои коллеги. В прошлом году в Чувашское отделение Федеральной антимонопольной службы поступило более 700 заявлений о нарушениях антимонопольного законодательства. А это на 53% больше по сравнению с 2013 годом. Добрая половина всех заявителей жаловалась на деятельность монополистов. По-прежнему высок процент тех, кого не устраивает работа органов власти. Особого внимания заслужила одна из страховых фирм, которая нарушила сразу несколько статей антимонопольного законодательства, навязывая автовладельцам дополнительные формы страхования при покупке полиса ОСАГО. Мы прошли суды и буквально на днях мы получили решение апелляционного суда, который признал наше решение и предписание законными в полном объеме. И, соответственно, с момента вынесения решения апелляционного суда, решение суда первой инстанции вступает в законную силу. Теперь фирма обязана вернуть все незаконно полученные страховые премии при страховании ОСАГО. Всего же в 2014 году к административной ответственности были привлечены 89 физических и юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 270 миллионов рублей. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ в нескольких школах республики приостановлены занятия. По данным Роспотребнадзора, на 12 февраля на карантин закрыто 26 школ. Накануне таких было 28. Две школы возобновили работу. В некоторых учебных заведениях закрыты на карантин отдельные классы. В таком режиме работает 14 школ. В настоящее время из-за карантина в Чувашии не учатся порядка 20,5 тысяч учеников. В трех детских садах закрыто на карантин 6 групп. Самый высокий уровень заболеваемости регистрируют среди детей 7-14 лет. Всего в республике госпитализировано свыше 300 человек. У некоторых выявлен грипп АЭШ-3Н2. Есть случаи парагриппа риновируса. Вплоть до 5 марта каждую ночь в Чебоксарах будут перекрывать Марпасадское шоссе. Движение ограничат на участке от пересечения с хозяйственным проездом до кольца у фабрики Керик. Это вынужденные меры. Здесь начали реконструировать дорогу. К лету этот участок Марпасадского шоссе станет шестиполосным. Сейчас трасса не справляется с потоком автотранспорта, движущегося из Новочебоксарска. В данный момент дорожники приступили к переносу подземных коммуникаций. Работы ведутся в ночное время с 23 часов до 5 утра. В настоящее время занимаемся перекладкой ливневой канализации, перекладкой газопроводов, водопроводов и кабелей связи. Мы рассчитываем, что к тому времени, когда можно будет работать, конец апреля, когда будет тепло, начнем заниматься вплотной дорогой. То есть закроем движение по этой дороге и начнем заниматься уширением. Несмотря на довольно сложный проект, сроки перед исполнителями поставлены предельно сжатые. Движение автотранспорта в полном объеме должно быть восстановлено к сентябрю 2015 года. Но само дорожное полотно планируется расширить значительно раньше. Работы предполагается завершить к 20 июля, но без строительства путепровода. На данном участке в районе Керека будет построен надземный пешеходный переход. В середине лета надземный переход будет завершен. Общая стоимость строительно-монтажных работ составит более 170 миллионов рублей. Марина Рябцева, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чебоксарах вынесли приговор бывшему преподавателю музыкального училища. Он был признан виновным в получении взятки. Педагог назначал цену своим отметкам. Так за отлично он просил 700 рублей. За хорошо 600, за удовлетворительно 500. Но что особенно обидно, после получения взятки ставил оценки по своему усмотрению. Приговоры Московского районного суда города Чебоксары бывший преподаватель Чебоксарского музыкального училища признан виновным по 14 эпизодам получения взяток. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 31,5 тысяч рублей. Также он на три года лишен права заниматься преподавательской деятельностью. Следствием и судом установлено, что в период с 21 по 26 декабря 2013 года столицы республики злоумышленник через третий курсника этого же училища получил от 14 студентов первого и третьего курсов указанного учебного заведения взятки в размере от 500 до 700 рублей на общую сумму свыше 10 тысяч рублей за незаконное получение ими положительных оценок на зачетах по дисциплинам, которые он преподавал без их фактического проведения. Приговор еще не вступил в законную силу. Национальный музей в день своего рождения удивил ценителей прекрасного. Здесь представили парижский архив Геннадия Айги. Это тот редкий случай, когда речь идет о подлинниках. На презентации побывала и наша съемочная группа. Потому что именно в этот замечательный день сбылась наша мечта, к которой мы шли весь 2014 год. И вот, наконец-то, коллекция у нас. Парижский архив Геннадия Айги был передан музею в дар его хорошим другом, русским художникам, скульпторам и издателям Николаем Дрониковым. Среди материалов коллекции есть уникальная живопись, графика, скульптура, связанные с именем поэта. Сегодня Николай Егорович вышел на связь с музеем из Парижа. Архив этот мы собирали с Айги 25 лет. Почему собирали именно здесь? Потому что, как вы знаете, у него не было там постоянного места жительства. И причем, даже если бы и была квартира, то время, конечно, бы тот материал, который он оставлял здесь, там бы, конечно, при обыске изъяли. Мы получили большое наследие, его эпистолярное наследие, его переписка с его мужей. В республике фонд имени Айги достаточно обширен. Его работы хранятся и в художественном музее, и в национальной библиотеке. В последней порядка 800 различных экземпляров и экспонатов. В национальной библиотеке Чувашской республики коллекция, Айгианом ее так назвали, начала формироваться еще в 90-х годах. Когда Геннадий Николаевич передал нам свои книги, свои публикации, материалы, к этой коллекции присоединилась и коллекция Николая Дронникова. В национальном музее собралась новая часть этой коллекции, чему мы очень рады. Чтобы привезти коллекцию в Чувашию, была проделана немалая работа. Велись переговоры с посольством Франции. Огромную поддержку оказал и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Данный архив представляет собой огромную культурную ценность. Поступление из Франции уникально тем, что здесь есть переписка рукописи к изданию, которое было сделано во Франции. Такого материала его нет нигде. И я предполагаю, что рукописи самого Айги ни в библиотеке, ни в художественном музее пока не хранятся. Увидеть выставку Парижского архива Геннадия Иги можно будет совсем скоро, как только сформируют полноценную экспозицию. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика. Бумажные китайские фонарики в последнее время набирают популярность. Однако в населенных пунктах их использовать нельзя, напоминает МЧС России. Нетрудно предположить, что в День Святого Валентина найдется немало романтически настроенных пар, желающих запустить в небо горящий фонарик. Знак необыкновенной любви. И мало кто задумывается, что они могут стать источником необыкновенных неприятностей. Неофициальных случаев достаточно много, потому что люди, которые запускают, иногда проявляют бдительность. И все-таки, когда упадет китайский фонарик, они пытаются его затушить. Но это бывает не всегда. Бывают случаи, когда они могут упасть на балкон, жилой дом, сухую траву, ну и лесные насаждения. Риск настолько велик, что за использование этих изделий территорий населенных пунктов предусмотрена административная ответственность. На граждан от 1000 рублей до 2000, на должностных лиц от 6 до 15. Если в отношении юридических лиц, то этот штраф от 150 тысяч до 200 тысяч. В некоторых случаях к нарушителям могут применить и уголовный кодекс. Поэтому стоит заранее найти менее пожароопасные способы показать свои чувства. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин